Мир увлечения и хобби удивительно разнообразен, чем только не занимаются люди. Например, есть спидкуберы, которые любят собирать кубик Рубика. Головоломки – это замечательный способ не только развлечься и убить время, но и потренировать логическое мышление. Безусловно, одной из самых популярных сложных головоломок на планете является кубик Рубика. Самая знаменитая интеллектуальная забава была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и профессором архитектуры Эрн Рубиком. По одной из версий, кубик Рубика изначально создавался как учебное пособие, объясняющее студентам основу математической теории групп. Теоретически можно перебрать 43 триллиона комбинаций, чтобы найти правильное решение. И с первого раза это будет довольно сложно. Мне кажется, это нереально. А вот мгновенным решением головоломки занимаются спидкуберы. Это люди, которые соревнуются в сборке кубика Рубика на скорость. Головоломка дошла до того, что превратилась в вид спорта. Правда, здесь не потребуется физподготовка, только желание и хорошая память, чтобы запомнить особый алгоритм сбора кубика. А на это уйдут недели на заучивание. Алексей еще в детстве полюбил кубик Рубика, а кубик полюбил его. Как произошло ваше знакомство с кубиком Рубика? С кубиком Рубика я познакомился, наверное, как и все. Но подростки мне было 12 лет. Я как бы сразу начал собирать. Я еще кубика Рубика не был, у нас треугольник такой в СССР продавался. Я сначала начал с треугольника, потом появился кубик. Ну, как бы, без проблем. Сегодня Алексей может впечатлить окружающих. Собрать кубик полностью ему удалось меньше, чем за минуту. По всему миру проводятся официальные соревнования под эгидой Всемирной ассоциации кубика. Кубик собирают одной рукой, слепую, ногами, на количество ходов. Раз в два года проводится чемпионат мира. Алексей принимал участие во всероссийском открытом чемпионате по спидкубингу и числится в рейтинге спидкуберов России. Ну, я один раз участвовал в чемпионате по спидкубингу в официальных соревнованиях. Кстати, чтобы чемпионат по спидкубингу считался официальным, нужно обязательно представить международного спидкубинга. В России таких всего человека два. В то время рекорд, по-моему, в России был 12 секунд. То есть сейчас он уже составляет 7,8 секунды. Ну, мировой 5,5 секунды. Собрал кубик Рубика и думаешь, что дальше? Существует множество разновидностей головоломки. Изменяются размеры, увеличивается количество граней. Кубики 9 на 9, 11 на 11, пирамидка, мегамикс. Так что всегда есть к чему стремиться. Не знаете, чем себя занять? Кубик Рубика вам в помощь. Интересно, а главное, для логического мышления полезно. С вами была Наташа, инструкция Нью. Еще увидимся!